Эй, люди, здорово! Тут такое дело, мы сейчас отправляемся в этот японский город, в Великий Поход. Мы нашли карту, теперь мы знаем, куда идти и что делать. Викинги, как видите, их флаги, вот они подо мной, они буквально на пороге. И армия довольно большая, я не пойму, не могу понять, то ли лес, то ли армия. Будем считать, что это огромная армия, которая будет захватывать город. В городе, видимо, человек 10 всего лишь его охраняет, учитывая, что я вижу в ворот какое-то скопление лохов. Ну ладно, черт возьми, мне даже жалко японцев, чуваки. Жалко, сейчас возьмут и проиграют. Вообще странно, что они тут говорят про то, что японцы говорят на японском. То есть это же как бы, ну, нереальный мир, то есть это не земля. В реальном же мире японцы не граничат с викингами. То есть, в принципе, японцы не могут встретиться с викингами никак, потому что где чертова Норвегия, Скандинавия, где находится чертова Япония? Очень далеко друг от друга. Впрочем, это не слишком важно. Я хотел вам рассказать про моего друга, который тут сервера по расту ведет. И я знаю, многие из вас играют в расту. Я постоянно вижу, что многие из тех, кто ко мне в друзья вконтакте добавляются. Кстати, это можно сделать и еще на канал подписаться. Мой, если вы еще не подписаны и смотрите просто видео. И такой, опа, не нажал на подписку. Ох ты засранец, нажми на подписку. Так вот, у него есть сервера по расту. Можете зайти, там в описании данные есть. Там и сайта, и IP, и все. В общем, заходите на сервера, очень крутой чувак, крутые сервера. Можно пофаниться, поугарать как следует. Возможно, я там как-нибудь побываю. Просто со мной сыграть, вы знаете, это как с Путина дозвониться. Так что, может быть, вам повезет, поиграем на тех серверах вот этого чувака. Так что, заходите к нему, там все в описании я оставил. Там внизу, не на самой верхней строчке, а внизу. Так что, окей, Великий Поход. Все, сколько можно тянуть кота за яйца. Хольдер возглавляет Великий Поход на Императорский Хород. Вот, погнали, что ли. Давай, Хер Хольдер, пошли. И это будет конец кампании за витингов. Кремень. Ну, давайте что-нибудь новое возьмем. Что-то, мне кажется, надоело ходить с тем же самым. Хотя нет, вот эта способность меня выручала. Может быть, что-то новое зарядим уже. Урона, спасибо, ставление здоровья вне боя. Давайте вот это сделаем, потому что со здоровьем-то всегда проблем. По сути, больше интересных способностей нет. Жалко, нет, способности, которые ты включаешь, и, например, начинаешь разрубать врагов на куски, или из них деньги начинают вылетать. Как в Call of Duty есть перк. Ну, когда я играл давно, это был прям новый перк крутой. Ты стреляешь во врага, из него доллары вылетают. Или каун умирает. Это было круто. По-моему, появилось в Modern Warfare 3. Я обожал этот перк, я его ставил, хотя он бесполезен был. Просто тупо деньги вылетали из чувака. Три дня мы бились на мосту. За этим мостом нас ждал город полной добычи. Поражение значило, что мы останемся ни с чем. Последний рывок. Угу. Угу. У меня просто голова такая была тяжелая. Сейчас и выпила, прошла. Лекарство выпил, чуваки. Ничего вредного. Только лекарство. О, смотрите-ка, засранец. Жирный. Ну-ка давай, давай жирного. Ну, черт возьми, я походу с воздухом сражаюсь. Его добил мой, мой товарищ. С которым мы начали войну, помните? Тот самый. Который говорил, что мы тебя тут подождем. Ура! За победу, Тагил! Ну-ка, ой, черт, а здесь... Ай-яй-яй-яй, you my little samurai. Обожаю эту песню про маленького самурай, которая была в третьей серии Ниоку. Можете посмотреть. У него, кстати, офигенная игра. Если любите вообще японское, то заходите. Это прикольная штука. Продолжите меня играть обязательно. К сожалению, пока возможности у меня не было продолжить играть. Но скоро она появится. А понятно, кто меня шпилит, это ты. Я думаю, это обычные солдатики у меня решили подкосить. Да, действительно, я неправильно все это время держал стик на контроллере. Нужно было его по-другому держать. Вот видите, и боевочка стала поживее. Просто игра не говорит тебе направлять стик влево или вправо. Наверное, она говорит направлять влево или вправо. Надо вниз. Игра врет, получается. Это дает неправильные советы. Все, ложь. Что-то зима... О, нет! Хотя, чего я ожидал от того, что стою в толпе, чувак? Я что, ожидал, что там малины был помазан? Нет, конечно. Все, давайте пойдем. Давайте, как всегда, через верх и... Вообще-то, очень умно, знаете, ставить такую лесенку наверх. Прямо перед воротами. То есть... Это определенно не поможет противнику пройти в крепость. Определенный. То есть, если что-то и стоит перед крепостью, так это лесенка у нее, чтобы противник мог зайти. Что-то их двое. Ну-ка! Сейчас добьем его. Давай, давай, добивайся, рыцарь. Кстати, вы когда-нибудь смотрели на себя со стороны, когда играете в игры? Я знаю. Я со стороны так сосредоточенно играю, дико похож на аутиста. Я абсолютно это понимаю. Я видел себя со стороны. Потому что я иногда снимаю себя на камеру. Например, вот сейчас я снимаю себя. И да, я знаю, когда я среоточен, со стороны я похож немножко на аутиста. Такой типа... Мой народ видит в этих изваяниях духов или богов. Священных для самураев. Почему нам так трудно поверить, что это просто статуи? А в чем проблема? Кто-то считает, что это не просто статуями? Давайте... Опа! С бачка! Держим. Сейчас надо сдержать удары. Опа! Давай, жирного, жирного держи! Э! Должен был быть мой победный час! Нормально, мы уже миллион раз сделали экси-кьюшем. Отбрасим их! А, вот он, кстати. Вот и отбрасываем. Давай, опа! Что-то нет, 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 нет. Рано. Что-то я все хочу... Я хочу пробить ему бронь. Опа, пробили. Ну, все, получается. Вроде как бы все просто, но не всегда выходит так и поклониться как следует, чтобы... Как следует... Как следует удар нанести потом. Ни хрена он меня оглушил? Основу убили. Я не знаю, почему ты именно последние миссии, как-то на них умираешь вообще постоянно. Что же, вот я и на мосту. Сейчас покажу вам приемчик новый выучил. Я думаю, надо отступить в чуваке. Я понимаю, что это вроде как простые воины, но даже они могут затоптать, если их очень много. Нам надо помочь, надо чтобы чувачки прорвались. К нам, понимаете, вот, чтобы наша мелочь прорвалась. Давайте им поможем. Черт, это столько этих застранцев, а? Возьми, этих тут несколько. У-у-у, нет, мне это не нравится. Надо отступить немножко назад. Надо помочь парням. Не получается меня сделать удар пробивающий вот так, вот это. Они отбивают его, кстати. Японцы в этом плане, кстати, молодцы, умеют отбивать. Ну-ка, опа-на! Рочи, сразу, да! По лицу! Просто, как часто меняются персов, вообще забиваешь, как за кого играть. И вот сейчас вспоминаю приемчики, и, как видите, нормально так уже. Ты еще живой. Вот кто-то из наших там жирного лупят. Нормально так победили. Рочи отсюда! И давай, добивай ее топором! Чуваки, вы что тут встали? Тут думаете, малина? Что-то я реально думаю, что тут малина. Ох, отбили! Ну, парни, давайте прорываем! Что-то озеро. Ну, было, знаете, такое, потное, потный моментик был. Мы его прорвались. Понимаете, что японцы красные? Что-то в этом красном свете есть. Цвет красного солнца, например. Стана восходящего солнца. Мне интересно, кто это придумал, насчет стана восходящего солнца? То есть, как решили, что япония от основного восходящего солнца? То есть, откуда это вообще пошло, мне интересно. Так как я не в теме, я не знаю. Так, поднимемся наверх. Тут, значит, ничего интересного. То, что лучики, то вот и. Что-то не получилось как-то атаковать его сейчас. Эээ, какого хрена мне проблочивать? Ай, нет, держим, держим оборону, держим оборону! Я думаю, правильнее всего будет отступить ради выживания. Давайте отступим и немножко с другой стороны пойдем. То есть, обманем, обманный ход. Я займусь лучниками! Мне все это напрягает! Не получается нормально здоровье отрегенеть. Кстати, Сакура падает. Меня напрягает, что здоровье никак не отрегенится. По-нормальному, чтобы спокойно идти в бой. А то так все это очень потно получается. Давайте вот сейчас с трегением немножечко и в бой пойдем. Но даже не немножечко, а как следует, чтобы уже спокойно пойти. Просто все-таки потно нам. Потно потому, что ты один против нескольких чуваков. И, в принципе, я абсолютно согласен, что игра не создана для борьбы на несколько фронтов. То есть, здесь реально один на один, конечно, в дуэлях игра самая... Играть лучше всего, кстати, в дуэлях. То есть, в дуэлях вот игра реально классная. Она раскрывается просто потрясающе. Ну, в мультиплеере то есть. Ну, и в сингле с дуэлями тоже, в принципе, все очень круто и интересно. Берегись, стрелки! Ай! Держим сверху. И да, идет захват. Наконец-то все, захватили зону. Что, было потно, было потно, потный момент. Но мне кажется, что эти захваты замков, они такие, знаете, нелегкие. То есть, заставляют напрячься на вот этих. Выпереть. Отлично, все, разобрались. Последний засранец остался. Прочь! Пошел! Пробивающий дар вообще офигенный. Особенно, когда ты его выучишь, а он простой. Зажимаешь две кнопки, на тебя пробиваешь. Растение. Их родина погибла. Они надеялись обрести здесь новый дом. А, то есть, в этом и... А вот, в общем, в этом и... В этом идее, то есть, это не их земли. Это, получается, они откуда-то пришли. То есть, они тут туристы, по сути, как и рыцари, которые, типа, эшферцы, пришли сюда. И офицеры. И викинги тоже не отсюда. То есть, получается, это все переселенцы из каких-то земель, видимо, умерших из-за засухи или еще чего-то, из каких-то катаклизмов. Мы этого точно не знаем. То есть, видимо, идея-то в этом. Что, как бы, получается, все здесь эмигранты. Это довольно прикольная идея, на самом деле, если подумать, что все здесь эмигранты. И, получается, что мы воюем, по сути, за ничейные земли. Давайте, парни, давим. Не уступать не пять, Игнати. Как там было в Довом Дьюте? Действительно, осталось немного. В эту круговуху. Круговуха не зашла. Ас, вот теперь зашла, ну ура. Давайте, парни, добивайтесь там, вот. Мне нужен перерыв пока. Я пока не готов драться. Что-то, ну вы парни сами раскидали, а, наверное, пойду пообедаю, пока вы тут деретесь. Парни сами пока справляются с ним, ура. Окей, раскидываем чувачков. Ну, кстати, их сделали более опасные. Я помню, в Альфе они вообще были полудохлыми, полудохликами. А что произошло еще? Я читал, что все-таки по открытой бете очень много чего поправили. Прямо переделезом игры, иглы. Прямо в виде баланса, в виде баланса. Потому что баланс все-таки был немножко, может быть, не совсем на стороне, на нужной. И баланс исправил, чтобы играть было приятнее. А баланс штука важная, особенно для мультиплеерных подобных игр. Ну, кто там за воротами? И это ворота? Скорее, дверь! Это дверь в сарай! Как сам Скайф первый кампания. Нафига нам этот сарай? Давайте поедем обратно. Типа, да, ребят, вы что, тупые? Дверь решили пробить деревянную? Просто залезем, наверное. Что-то это не опасно. Отличная мысль! Может выжить! Может выжить. Поставить серьезно, вы будете дальше дверь рубить? Реально варвары. Времена меня напрягает тупость поведения вот этих чуваков. Ну, постойте, у нас сзади, что ли, друзья подошли? Реально варвары. Один благоволит не каждому. Докажи все отцу свою отвагу, и он приведет тебя к победе. Но если станешь излишне самоуверенным, победа достанется твоему врагу. Это напоминает мне бой, который был в викингах, когда они Францию захватывали. Вернее, Париж. Сам Париж. Примерно так же их зажали на мосту, только мост был поменьше. Очень похоже. Бег ты из Макдональдса! У каждого свои интересы. Что же, босс вышел? Что-то, блин, спал хэппи с полезным. Давайте обойдем, давайте будем умными. Ребят, мы же умные. Меня немного напрягает сюжет, в том плане, что... Ну, не знаю, мне кажется, есть некая тупость в моментах. А спрыгнуть можно? Что-то у тебя странный голос. Что-то я не могу спрыгнуть. Что-то я не могу просто... Ладно, попробуем зайти сзади. Давайте сразу его пихнем куда-нибудь. Ну, что-то возьми, тут заграждение. Ни хрена их много стало. Ребят, ребят, ну не честно так. Вас 10 тысяч стало. Нафига так много? Я понимаю, что, черт, а нихрена они лука. Мне кажется, нам надо отступить. Чуваки, а как вы думаете, а вообще можно победить их? Черт, черт, черт. Посчитайте, сколько мы урона им всего нанесли. Хотя, они довольно такие щупленькие парни. Черт, я отрегениться хотел, а что там здоровье починить свое? Не получилось. Японцы очень напряженные, ребят. Ну, молодцы, знаете. Необычный подход к делу. Так мне интересно, почему я спрыгнуть на них не могу? Что за бред? Почему я не могу прыгнуть на поле боя? Почему я не могу вот так сделать? Почему поле боя заблокировано? А, нет. А, тут мы и получилось. Ярость! Отбиваем их. Держим, держим на расстоянии. Кстати, самый слабый. Ну и ладно. Осталось двое. Я не трус, но решил позвать своих головотяпных, чтобы они дровились. Пару приемочку выучить мне, конечно, не помешат. Видите, не зря тренировался. Ай! Пробивающий. Черт, ну я чуть, кстати, не наказали. Прям хорошим таким ударом зелаю. Долго! Давай, давай, ввоз! Ну, босс нормальный, мне очень нравится. Интересный босс. Я так и знал, что у японцев вообще будет все очень интересно. Жду и дождусь компании. Так, они отступили. Да давай уже фиту, давай свою. Я знаю, это вообще читерский удар. Все, он каст один на один. Ману-биману! Ну-ка, и давай, красиво! Ну-ка, иди, давай, красиво! Ну-ка! Последнего сделали! Ну что, блин, где тут Олдену Бунаку прячутся? Проход! Вот он! Что, сейчас будет повтор? Ну-ка, но теперь ты умрешь. То есть, это даже был сейчас не он. Так, значит, это Хольдер! Да бред! Почему он не пробивается? Что за? Реально, что за бред? Почему я не могу его толкнуть нормально? А могу, он. Такого он не почувствовал даже. Так, значит, это Хольдер! Вот как! Что-то, а с озвучкой вы что-то опять намудрили, по-моему. Ну-ка. Ай! Не контрящийся! Так, значит, это Хольдер! Вот как! Злагал, озвучка, Маузер? Тяжело! Тяжело! Но это и хорошо, знаете, в этом есть чем-то. Но мы играем на высокой сложности! Так что, так что все, в принципе, так и должно быть. Немножко тяжело, немножко плотно. Это, видимо, наш судья. Просто идея, чтобы он там не читерил и своих клонов не вызывал. Мне клонов Гитлера хватает в снайпер-лите. Драться будем или будем только контрить друг друга? Просто мне не надо этих бэков раздражать то, что ты снова контришь. Меньше, чем бьешь. Хотя в Dark Souls-е, в принципе, та же ситуация происходит. Почему я сравниваю с Dark Souls-ом постоянно? Потому что там тоже сложно. Опа! Держи! Черт, не! Не добил! Не добил! Далеко! Давай, 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 иди на меня, иди на меня. Не, первый, атакуй первый. Где он мою атаку сделал? Что-то он, ну, он ее за контрик. Он ее остановил. Окей. Яроссер, помощь! Держимся, чуваки. Но он тяжелый, он реально... Вот это, вот это серьезный босс уже. И сравнить со стальными, что у нас были? Держи! 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 Вырвалось! Твою мать! Блин, я немножко, я немножко сорвал. Бывает, чуваки, немножко перенервничаю. Чуть-чуть. Я спокоен. Цен. Держи! Бой! Ну-ка, давай, ну! Ах! Ща же я не смогу! Ну-ка, ай! Забл, ну а чего? Законтри! Черт! Исчез, засранец! Куда он делся? Опять убежал? Вот же трус, а? Теперь на мосту стоит! И меня пытается расстрелять! Ты не Сталин! Не выебывайся! Извините за меня, не хотел. Просто он меня реально взбесил, я вот 20 раз уже болел. Он без маски. Че-то, ази, черта, фото на Бунака решил показать свое лицо. Чуть, ни хрена, он просто бесконечно бьет. Он не хочет останавливаться, понимаете? Он решил меня изрубить. Как? Он силен, ну силен, парень. Черт, немножко не хватило. Я реально умираю уже где-то около аж 15, но он очень трудный. Он просто постоянно лупит и лупит и просто бесконечно. Ладно, идем, еще попыточка. Ну ладно, это раз был первый для меня. Это был новый, новый этап. Ну серьезно, вот этот босс жесткий, это не сравнить с тем, что было в начале. Преград все-таки действительно растет сложность. То есть то, что было в начале и вот то, что сейчас. Но, кстати, скинуть бы, я думаю, выгоднее всего было бы. Чем пытаться его победить. В дни мира в городе самураев часто слышали мелодичный звон колоколов. Теперь на улицах стало тихо. И это продолжалось уже. Красиво. Вот-вот сейчас это вообще красотенько. Невероятно. НЕВЕРОЯТНО! Я тебя поехал, засранец, свалился. Кажется, было до столько, чтобы крови не испачкать мой новый дворец. Так, мы сделали. У-у-у-у-у-у. Бургеры! У каждого свои интересы. Ладно, у кого-то дворец умеет бы... Какие у вас интересы? Чуть-чуть важен. Победа взяли, да? Дворец за... Нет, я не знаю что сказать. Это было божественно. Значит, 5 головы болят. вода из живого источника постойте а кто там внутри еще один огромный китаец при японец сума из а мишка долг что медведь открыто я смешно победа за воротами богат добыча трофеей о великом походе сынов битвы сложат легенды знакомые лица это кощей что девушка озвучила одна всем пять лет назад надпись размазана по экрану как сопля если лидеры железного легиона знали об этом теперь мы поговорим что ж да куда проще мы ваши верные слуги госпожа так что будет дальше война люди созданные для войны а эти твари бегут от сражений трусы мы покажем им пример нам не разжечь огонь войны повсюду не сомневайся нам помогут наши враги все и дочи сорян забыка я знаю это плохо но я не мог выключить вы завершили кампанию викинги на высоком я всю кампанию шел на высоком черт возьми десу все таки мультиплеер награды перекочуют хоть сундучок открыть смыть и рака и вообще крут крутоте я доволен ваша компания огненная вначале на коне теперь самураины вот это просто что-то викинги мутузи от самураев ну чё это божественно мне очень понравилось это очень круто то есть я понимаю дать не лучшая кампания в плане сюжета но чисто сама идея принципе те оборона города пала среди самураев был воин который мог предотвратить беду а роти несколько лет проведший в темнице похоже вскоре его заточение закончится рот а это получается когда восемь лет опять восемь лет назад получается ты мы из того же самого места начинать давайте проверим я хочу сейчас убедиться так окей номер 6 великий поход ну а если я сейчас переключу да получается то же самое место есть викинги буквально зашли и мне ведь я начинаю практически вот рядом то да в том же городе и потом мы с вами отправимся как я понимаю в замок черных рыцарей что же компания самурай но она у нас будет в следующей серии всем спасибо за просмотр не забывайте про сервера раз в описании если вам это интересно заходите не пожалеете и всем до скорой встречи всем пока скоро с вами увидимся бай-бай